Доброго времени суток! В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Самые страшные происшествия на дорогах Якутии за последнюю неделю. Рубрика «ГИБДД в лицах». Как проверить штрафы ГИБДД? Штрафы за непристегнутых пассажиров. Повторение «Мать учения». Правила дорожного движения в нашей студии проверят Алексей Михайлов и Иннокентий Ористов. Создатели фильма «Зина и Леха. Операция «Хвост» и «Вымя». Ну а в начале нашего выпуска по традиции мы представляем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. 3 октября в 14.10 дежурную группу поступило сообщение о том, что по адресу улицы Автострада 50 лет Октября возле дома 1А произошло дорожно-транспортное происшествие. Имеются пострадавшие. Предварительно установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем марки «Хина профи» на прилегающей территории на парковке напротив здания «Оптимист проф» по улице Автострада 50 лет Октября, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на двух пешеходов – мужчину 1971 года рождения и женщину 1969 года рождения. В результате ДТП мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи. Женщину с различными травмами увезли в медучреждение. В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства ДТП выяснит следствие. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Можете прокомментировать данное ДТП? В данном дорожно-транспортном происшествии, конечно, водитель в любом случае виноват будет, так как он сдавал задним ходом и не убедился в безопасности своего маневра. По типу таких могут произойти и в дворовых территориях. Ну и также сейчас уже у нас, сами понимаете, погода уже поменялась. И на дороге у нас после ночных замазков образуется наледь, то есть гололед. Да, и, соответственно, на дороге водителям стоит быть, опять же, внимательными, да, вдвойне, если не в троне, да. Ну а пешеходам, соответственно, также нужно помнить, что транспортное средство во время гололеда, то есть, когда на дороге скользко, ну и не только на дороге, да, транспортное средство не сразу остановится. 5 октября около 16 часов дня на автодороге у нас на 11-м километре 39-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ-2121, двигаясь в направлении от города Ленска в сторону села Мурья, не учел дорожные условия, допустил занос автомашины и совершил столкновение с прицепом большегруза Урал-43-20, двигающегося во встречном направлении. Под управлением 65-летнего водителя от удара в передний мост прицепа водитель ВАЗ совершил сиест в Кювет. В результате ДТП водитель ВАЗ и его пассажир, мужчина, 35 лет, были доставлены и госпитализированы в хирургическое отделение Ленской ЦРБ. По факту данного дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование. В Мегино-Кангаласском районе из-за метеорологических условий было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что 7 октября текущего года на 63-м километре федеральной автодороги Колыма около 9 часов утра 40-летняя автоледи, управляя транспортным средством марки Toyota Land Cruiser, следуя по маршруту Якутск-Чурабча на участке дороги с кривым поворотом из-за неправильно выбранной скорости, допустила съезд автомобиля с проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя пассажирка данного автомобиля была доставлена в травматологическое отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ. Юная пассажирка сидела на заднем пассажирском сидении слева и была пристегнута ремнем безопасности. Сама автоледи не пострадала. В момент дорожно-транспортного происшествия она находилась в трезвом состоянии, а также была пристегнута. Владимир, как вы можете прокомментировать данное ДТП? В данном дорожно-транспортном происшествии водитель и пассажир, соответственно, были пристегнуты, и лишь это, можно сказать, уберегло их от серьезных травм. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Разбираемся, зачем нужны ремни безопасности и какие бывают штрафы за непристегнутый ремень. Фиксируют ли это нарушение камеры и на кого не распространяются данные требования. Водители и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнутыми ремнями безопасности во время движения. Причем за игнорирование этого требования существует сразу несколько штрафов размером от 500 до 3000 рублей. В госавтоинспекции по данной линии работают не только инспектора ДПС, но и Центр автоматической фиксации административных нарушений. То есть камеры могут снимать водителя, который не пристегнут ремнем безопасности. Госавтоинспекция ведет, опять же, работу по выявлению водителей, управляющих транспортным средством с нарушением. То есть инспектора ДПС выявляет водителя, который нарушает правила пристегивания ремнями безопасности. То есть за данное нарушение, согласно Кодексу РФ административных правонарушений, согласно статье 12.6, данный штраф у нас назначается в размере 1000 рублей. Ну и также отдельно есть и на пассажиров статья, который не пристегивается, если водитель их предупредил, что им нужно пристегиваться. И также на пассажиров инспектора ДПС могут, опять же, составить, согласно статье 12.29, за непристегнутый ремень безопасности. И там у нас штраф может наложиться в размере 500 рублей на пассажира. Наиболее суровые санкции ждут водители, если в машине окажутся непристегнутыми дети. Согласно действующим правилам, ребенок до 7 лет должен передвигаться в автомобиле, сидя в специальном детском удерживающем устройстве, как автокресло. Согласно статье 12.23 Кодексу Российской Федерации, неправильная перевозка ребенка штрафуется на 3000 рублей. Ну и также инспектора ДПС могут выявить водители, которые именно нарушают правила перевозки людей. Там, опять же, санкция статьи 12.23, часть уже 1 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения, может грозить штрафом до 500 рублей. То есть именно неправильная перевозка людей у нас касается именно грузовых транспортных средств, либо на легковом транспорте, опять же, когда они неправильно перевозят пассажиров. Каждой поздней осенью не только автомобилисты, но и жители нашей республики с тревогой ожидают поры закрытия переправ. Каждый год даты бывают разные в зависимости от погодных условий. Как будет в этом сезоне, как будут организованы перевозки людей и транспорта, об этом мы поговорим сегодня в студии с Семеном Николаевичем Коркиным, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Семен Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Вот совсем скоро переправы закроются. Какие даты планируются для переправ в республике? Действительно, да, в Ленском бассейне у нас уже завершается навигация. Понемножку уже закрываются участки. Это на сегодня уже закрыты участки. Это арктических реках Яна, Эндигирька, Колыма. На сегодня, вот, 10-го числа закрыт участок. Это от острова Столбы до устья реки Вилюй. На сегодня обстановка действует от острова до устья реки Вилюй, получается. Мы на днях 16-18 числа ожидаем закрытия именно участка, именно реки. Это в районе Якутия, получается. И, исходя из этого, уже вот, ну, понемножку будут переправы закрываться. И в зависимости, действительно, от погодного условия у нас, вот, по Вилюйской группе улусов, например, сегодня уже река Марха уже дает такие ледовые шугоходы явления, шугоходы и другие прочие явления. По Тампонскому району, например, у нас температура чуть-чуть, этот, уже, ну, пониженная, чем среднее наблюдение. Поэтому ожидается то, что вот на Вилюйской группе это 15-17 числа, а в Тампонском районе тоже вот 15-го. В зависимости от погодного условия будет закрытие переправы. Что касается основной нашей поровной переправы и ГУС Нижний Бостях, у нас, действительно, сроки меняются. В прошлом году, мы, как помните, то, что 30-го октября было. До этого было время, когда практически 20-х числа закрывалось. В этом году температура, в принципе, позволяет, и заждаем то, что 25-го, примерно, тоже таких числах, 20-х числах ориентировочно, тоже от ледовых явлений и низких температур в ночное время основное это влияние дает. Поэтому переправа будет закрыта на сегодня данным. А что касается переправы Кангаласа-Сотинцы, там какие будут установлены сроки? По Кангаласа-Сотинцы у нас участок, который подпадает, это 16-го октября. У нас там перевозчик, у него два судна, парома, работают в данном направлении, но они не имеют таких ледовых подкреплений. Поэтому тоже в зависимости от 20-х числах, плюс-минус тоже от погоды будет. А скажите, а как будут организованы перевозки людей и транспорта? В пассажирские перевозки действительно в межсезонье это такая основная безальтернативная перевозка получается. У нас на сегодня перевозчиками, это порядка 10 перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, ведется подготовка судов. Такие перевозки у нас осуществляются Кангаласа-Сотинцы, Якутс-Нижний Бостя и Тампонском районе, это Каскиль, Мегина-Алдан-Каскиль. 10 перевозчиков у нас практически подготовлены, тоже надзорный подрегистром, госморечным надзором. На сегодняшний день в этот альянс уже вошли, у нас уже хорошо себя зарекомендовали это суда на воздушной подушке Ленатурфлота, Ленатранса, который на сегодня и мы земельный участок уже определили. В перспективе мы именно для судов на воздушной подушке в этом году уже введем проектирование автомобильной дороги, это подъездной дороги в 203 микрорайоне, поскольку очень много действительно жалоб было жителей 203 микрорайона на шум именно судов на воздушной подушке, аэроботов действительно такое наблюдается. Это короткое время, 2-3 недели, когда именно ледоход устойчивый идет в это время. В этом году мы проектируем именно возле станции, намыв, отдельный перчал будет. Здесь проектно-смертная документация уже в стадии разработки, это городскому округу Игусск. Со стороны Нижнего Бестяха тоже места определены, места высадки это, как обычно, терминал, где находится наш Нижний Бестяха, это пассажирский терминал. И такие системные работы тоже будут. Что касается по тарифу, у нас тоже данный вид не регулируется, но как перевозчикам у нас уже определенная договоренность есть, полторы тысячи это начальное будет, и дальше как переохудшение ситуации это на пару дней, чуть повышение. По мере готовности у нас тоже полярное веление воздушное судно Ми-8 готово, площадка на сегодняшний день тоже имеется, поэтому таких эксцессов в чрезвычайных ситуациях, либо вот таких непредвиденных у нас с точки зрения пассажирских перевозок не должно быть. Где можно узнавать актуальную информацию, свежую, о планируемых датах закрытия переправ? По планируемым датам закрытия у нас на официальном сайте, телеграм-каналах и через предложение парома Якутии, которое на сегодняшний день хорошо себя показало, можно там тоже ознакомиться о состоянии перчала. У нас вот, как коллеги, вот предыдущие выступали, в это время будут усилены дежурства МВД, транспортной полиции, поэтому, в принципе, информационное обеспечение населения будет установлено в порядке. Как вот себя показали видеокамеры, которые установлены на паромной переправе в Якутск-Нижнепестях? Видеокамеры действительно себя положительно показали, на сегодняшний день очень развито цифровое вот такое, что везде снимают, показывают, тем более качество видеокамеры достаточно хорошее, чтобы определить при возникновении каких-нибудь спорных ситуаций, при дорожной транспортной перчасти пассажир может обратиться, в принципе, база данных там порядка месяца хранится, поэтому они только с позитивной стороны, с точки зрения регулирования и так далее. В следующем году мы ожидаем то, что все-таки должны запустить мероприятия по оплате на берегу. У нас уже на сегодняшний день оборудование закуплено, на сегодняшний день ЯПК-платежи, это городское предприятие у нас тоже в составе парома Якутии входит, они вот внедряют эту систему и в следующем году уже будем пытаться, чтобы на берегу оплату сделать, не как обычно, как на судне, на пароме оплату, а именно на систему берегу. Семен Николаевич, спасибо вам, что посетили наш эфир. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем. Как узнать, есть ли неоплаченные штрафы, существующие способы проверки и последствия неуплаты? Давайте посмотрим в следующем материале. Один из простых способов узнать, есть ли штраф, узнать это по номеру транспортного средства. Для этого нужно только перейти на один из сайтов, портал госуслуг, штрафы ГИБДД или официальный сайт ГИБДД. На портале госуслуг, если вы зарегистрированы, то у вас есть личный кабинет. Предварительно в личном кабинете необходимо заполнить данные о номере водительского удостоверения, а также государственный регистрационный знак транспортного средства. Данное транспортное средство, будут зафиксированы правонарушения посредством комплексов автоматической фиксации, то данный штраф, сведения о нарушении, дате, времени и так далее придет в личный кабинет госуслуг, где также можно оплатить данный штраф по номеру постановления. Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, общий срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток со дня вступления в законную силу постановления. Также, согласно по изменениям, которые были внесены в Кодекс, с 1 января 2016 года по большинству правонарушений действует так называемая скидка. В течение первых 20 дней возможно оплатить штраф со скидкой 50%. Если вовремя не оплатить штраф, нарушители грозят неприятности. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует периодически проверять наличие задолженностей на вышеупомянутых сервисах. Особенно это касается водителей. Ответственность за неуплату штрафа, нарушение общего срока 60 суток, предусмотрена статьей 20.25 Кодекса. Ответственность за которое предусматривает увеличение штрафа в двухкратном размере, либо арест до 15 суток. В случае, если в отношении вас инспектором ДПС лично составлен материал административный, если вы этот штраф не оплачиваете в течение 60 дней, то вы подпадаете также под статью 20.25. И в качестве меры обеспечения производства водитель доставляется в территориальный отдел полиции. И если это, например, произошло в выходные, то до утра понедельника, так сказать, до назначения судебного заседания для рассмотрения материала мировым судьей. Ветеранская организация в Республиканской госавтоинспекции была создана в 1990 году. Сегодня в строю организации ветеранов службы более 80 человек. Давайте послушаем интервью Сергея Анатольевича Акбактырова, ветеран труда, ветеран ГАИ, ГИБДД, Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. Сергей Анатольевич Акбатыров родился и вырос в Якутске. 30 лет служил в органах, из них 20 лет проработал в Государственной автомобильной инспекции. Отличник милиции, награжден медалями 1, 2, 3 степени за безупречную службу за 10, 15 и 20 лет. Работники ГАИ, так скажем, честные, трудолюбивые, конечно. Несмотря ни на зной, ни на стужу, заниматься своим любимым делом, обеспечением безопасности дорожного движения, наверное, не каждый вынесет. Были моменты, когда и зарплата задерживалась, это не только нас касалось, вся Россия, как бы были такие моменты, да. Стойки остались. Кто, значит, посчитал нужным куда-то уйти, может в коммерцию, может еще куда-то, да. Ну так и было совершенно, ну, единицы, может быть. Я даже на своей памяти не припомню. А основные, основной, так скажем, коллектив, основной косяк, он также продолжал работать. Каждое последнее воскресенье октября, значит, в России празднуется День автомобилиста. И сразу хотелось бы мне, пользуясь моментом, в случае поздравить всех автомобилистов, всех причастных, значит, к этому делу, поздравить с отступающим праздником и пожелать всего самого наилучшего, всего самого хорошего, здоровья, счастья и так далее. Гражданам республики Саха-Якутия и работникам ГАИ хочу пожелать, во-первых, крепкого здоровья и мирного неба над землей. Я с удовольствием хочу приступить к нашей постоянной рубрике, которую любят наши телезрители. В ней жители нашего города, горожане, проверяют свои знания на правила дорожного движения. Наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. А ответят на них Алексей Михайлов, режиссер, продюсер Вайнер, а также Иннокентий Орестов, актер и Вайнер. Это создатели фильма «Зина и Леха. Операция хвост и вымя». Ну, а ответы по традиции будет проверять наш эксперт, преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленский. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, какой у вас стаж вождения? У меня 9. 9 лет. Да. У меня с 2015, ну, 7 лет, да? 7 лет. Волнуйтесь? Да. Конечно. Ну, вам немного легче будет, вы будете вдвоем отвечать. Можно обсуждать, спорить и, соответственно, главное, давать правильные ответы. Хорошо. Внимание на экран. Первый вопрос. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? Варианты ответов. Объезд, обгон, перестроение с дальнейшим опережением. Так, мне кажется, третий вариант. Третий вариант. Перестроение с дальнейшим опережением. Хорошо, принято. Второй вопрос. Этот знак, вариант ответов, указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по двум полосам. Второй вариант. Запрещает разворот на перекрестке. И третий. Показывает направление движения на перекрестке. Так, это по направлениям, ага. Тоже третий, наверное. Вариант номер третий. Показывает направление движения на перекрестке. Хорошо, принято. Следующий вопрос. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн можно двигаться со скоростью. Варианты ответов не более 50 км в час, не более 70 км в час, не более 90 км в час. Второе, не более 70 км в час. Вариант номер 2. Не более 70 км в час. Принято. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? Варианты ответов разрешается, если скорость грузового автомобиля не более 30 км в час. Второй вариант разрешается. И третий запрещается. Там подъем, да, запрещается? Запрещается. Вариант номер 3. Следующий вопрос. Как вам следует поступить при повороте направо? Варианты ответов уступить дорогу только трамваю B. Второй вариант уступить дорогу только трамваю A. Третий вариант проехать перекресток первым. И последний вариант уступить дорогу обоим трамваям. Тут четвертый. Четвертый вариант уступить дорогу обоим трамваям. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия. Варианты ответов. Выйдите на перекресток первым и уступив дорогу мотоциклу завершите поворот. Второй вариант. Проедите перекресток первым. И третий – уступите дорогу обоим транспортным средствам. Очень сложно жить. Тут знаков нет. Я думаю, лучше уступить машине и мотоциклисту. Так, какой ваш выбор? Первое. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо. Варианты ответов. Только легковому автомобилю, только грузовому автомобилю, обоим транспортным средствам. Так, обоим? Обоим. Вариант третий. Принято. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушает правила? Варианты ответов. Водители грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 тонны и мопеда. Вариант второй. Только водитель мопеда. Третий. Никто не нарушает. Мопед нарушает. Вариант номер два. Да. Принято. При ослеплении дальним светом фар, встречных или движущихся попутно транспортных средств, водитель должен. Вариант ответов. Принять вправо к краю проезжей части и остановиться. Вариант два. Включить аварийную сигнализацию и не меняя полосы движения снизить скорость и остановиться. И третий вариант. Подавая звуковой сигнал, остановиться. Почему остановиться? Второе. Вариант номер два. Да. Хорошо. Принято. И последний вопрос. Как влияет алкоголь на время реакции водителя? Варианты ответов. Время реакции уменьшается. Время реакции увеличивается. И третий вариант. Алкоголь на время реакции не влияет. Ну, первое. Вариант номер три. Время реакции уменьшается. Итак, ну что, мы ответили на все 10 вопросов. И сейчас передаем слово нашему эксперту. Здравствуйте. Иннокентий и Алексей ответили на 10 вопросов. И первый вопрос был. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? Это действительно перестроение с дальнейшим опережением. Обгон – это выезд на полосу встречного движения. Был дан правильный ответ. Этот знак. Данный знак. Также был получен правильный ответ. Показывает направление движения на перекрестке. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Можно двигаться скоростью. И здесь вы ошиблись. Данный знак, учитывая дополнительную табличку, говорит нам о том, что знак распространяется на грузовые автомобили свыше 3,5 тонн. На грузовом автомобиле до 3,5 тонн можно двигаться со скоростью не более 90 километров. Можно заново. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? В конце подъема обгон запрещен. Правильный ответ. Как вам следует поступить при повороте направо? И тоже был дан правильный ответ. Необходимо уступить дорогу обоим трамваям. Очень долго сомневались отсутствие знаков. А если у нас отсутствуют знаки приоритета, то мы смотрим на помеху справа. Правильный ответ. У нас выйдите на перекресток первым и уступив дорогу мотоциклу завершите поворот. Вы ответили правильно. Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо обоим транспортным средствам. Правильный ответ был дан. У нас автомагистраль. На автомагистрале действительно запрещено движение мопедов. Это было правильно. Но также на автомагистрале запрещается движение грузовых автомобилей свыше двух с половиной тонн далее второй полосы. Вы ошиблись. При ослеплении дальним светом фар, встречных или движущихся попутно ТС водитель должен. И здесь правильный ответ. Включить аварийную сигнализацию, замедлиться, соответственно остановиться. Как влияет алкоголь на время реакции водителя? Если честно удивлена вашим ответом, если бы время реакции уменьшалось, то наверное нам бы сказали, что надо пить. Конечно, время реакции наоборот увеличивается. Человек расслабляется, начинает дольше думать. Правильный ответ второй. Вы ошиблись. Это хорошо. Ну я думаю, вы за рулем конечно не употребляете алкогольные напитки, это техническая ошибка. Итого из десяти вопросов вы правильно ответили на семь вопросов. Это четыре, да? Три ошибки. Три ошибки. Оценка? Я с собой доволен. Я бы рекомендовала все-таки повторить правила дорожного движения. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин